Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня зимний-зимний день, и я хотела рассказать вам, что я больше всего не люблю зимой. Это чистить машину. Ненавижу! Я еле вышла из дома от того, что мысли, что надо чистить машину, и снег ещё идёт. Мне прям не хотело выходить. Кстати, пришла сегодня моя посылочка из Гринмамы. Сейчас буду всё опробовать. Я там взяла горячие масла, комплекс для волос, потом взяла крем под кругами. Ну там, знаете, усталость, круги под глазами. Видите, я же не накрашена. Сейчас я намазала, кстати, немножко. Но я думаю, что надо немножко поделать, и потом уже посмотреть, что будет эффект биоламинирования для волос. Крем для ребёнка. В общем, много чего там набрала. Там такие цены классные, мне нравятся у Гринмамы. И, в общем, потом поделюсь своими впечатлениями с вами. Так что у меня новый уход за волосами. Попробую. Ну, не то что новый, у меня меняется всё. Сейчас я еду... Какие планы у меня? Сейчас я еду в поликлинику взять направление, мы будем анализы сдавать. Ой, кстати, покажу вам, как мы будем мочу. Сказали, мочу у малого взять. А как его брать? То есть, как это? Ждать там и это? В общем, мама у меня нашла в аптеке специальные мочеприёмники для детей. Представляете? Может, кто-то не знал? И они стоят недорого там. Покажу вам. И что ещё? Отправить посылочки в Белоруссию. Можно это отправить только в главном почтам. В Белоруссию, представляете? Не во всех можно отправлять. И что ещё? А, заехать в Вашан, купить памперсы, потому что уже перед Новым годом вряд ли там будет возможность у меня всё это брать. Поэтому смесь и памперсы нужно закупиться. Так что, кто этого ещё не сделал, делайте, потому что ещё январский, вообще никуда не захочется выезжать. Ну, лично нам. Да, и Новый год мы планируем отметить с мамой вместе в домашней обстановочке перед телевизором и с малышом. Ну, никакого праздника у нас не будет. Может быть, салат сделаем какой-нибудь. А может, и не будем. Расскажите, как вы будете планировать Новый год. Неинтересно. Хотя не первый, нет, Новый год дома. Я в последнее время люблю домашние обстановки. Ну, поделитесь. Неинтересно, кто как Новый год отвечает. Особенно с малышами, если. Ну, наверняка дома все. Ладно, поедем. Посмотрим, что сегодня день грядущий нам готовит. Какие приключения. Жесть. Как же эти поликлиники портят настроение. Реально, вы видели, в каком настроении я вышла? Улыбаюсь, что-то я вам рассказываю. Стоило зайти и спросить, кто последний. Все сразу, блин, к медсестре тысячу людей. Вот передо мной было две девушки. Одна из них, вот, которая была передо мной. Блин, там реально 20 минут торчало. Я зашла на одну секунду. Вот нельзя было меня пропустить. Ой, жесть вообще. Чуть-чуть испортилось настроение. Еще кошелек, думаю, закрою. Вообще, лабораторию надо найти. Мне как-то объяснили тут. Мне было пора. Просим часов, завтра мучение. Поднять ребенка. Моего малыша. Он хочет спать в тепле, какая мамочка. Так, вот где-то лаборатория тут должна быть. Ладно, сейчас найду эту лабораторию. Пойду за кошельком. Поеду отправлять посылку победительницы. И в Белоруссию моим родственникам. Ай, господи. Я надеюсь, что это единственный момент, который испортил мне настроение. Дальше пойдет все весело. Ой, парень в такой прикольный. Маски. Видно вам, не видно? У него повязка такая, как я делала, помните, на Хэллоуин. И где лаборатория? А-а-а. Лишний раз убеждаюсь, что у меня мама просто волшебный человек. На самом деле она мне сказала, пойди туда, проверь, чтобы было направление. Узнаю точно, где эта лаборатория. Чтобы мы завтра в 8 утра просто с тобой, с ребенком, не искали и не суетились. Я прям не хотела, думаю, это это. Ну, пошла. И вот реально, направления я не было в этом. Пошла к своей медсестре, наверх, брать это направление. Ну, хотя она у нее выписана была. Может быть, она бы его оставила вечером. Но, как я искала эту лабораторию, просто я с районом пошла. Так объяснили мне налево, направо, налево. Здесь дома, просто вот мороз, реально, я сейчас одна замерзла. Представляю, если бы я с ребенком это делала. Никаких вывезок, ничего. Вот просто я у людей спрашивала. Я сначала в одну сторону пошла, в другую сторону пошла. Тут тысяча лабораторий каких-то непонятных. И в итоге мне сказали, вот там жилое здание, по ступенечкам поднимаетесь. Вообще неприметно, мелкими буковками написана лаборатория от клиники там, да. И какая-то такая штука считывающая. Ну, просто трэш, вообще я замерзла. Ну, я хоть завтра буду знать, куда идти. Трэш! Подождите, подождите, сейчас еще почта впереди. Я готовлюсь уже к лучшему. Забежала домой. Думаю, ну раз за кошельком, думаю, перекушу заодно. Даже вот не раздеваюсь, практически жар. Никак снимать, что я его так замотала. Быстро. Вот фрикадельчики я. Вчера сварила супчик ночью, в три ночи варила с фрикадельками и фрикадельки из индюшки. Все поела. Одну ложку, реально одну ложку. И реально эта одна ложка просто не лезет. А вот, допустим, мама у меня такая, и брат у меня такой, что, ну, они доедают все. Вот им положили, они взяли и доедали. Что, чтобы еда не оставалась? У меня вот такого нет. Вот мне будет прям уже тошнить от этой ложки. Она реально будет лишняя. Вот если я ее съем, то все. И вот не знаю, не хочется. Я сейчас тоже поела суп с фрикадельками. Вот все съела, одну фрикадельку я оставила. И так всегда. Это уже нормально. Не, ну, не, иногда, конечно, я доедаю и еду, когда особенно прям безумно вкусно. Но еще я люблю, чтобы еда была эстет. Чтобы еда была, знаете, порциональна. То есть, допустим, если я ем котлеты с картошками или там сосиску с картошками. Ну, сейчас я, конечно, не ем сосиски, но вообще. То я всегда, ну, то есть у меня в тарелке все как бы разложено. У меня немножко картошечки, немножечко котлеточки, немножко картошечки, немножечко котлеточки. Ну, сначала я ем все вместе, да, а потом у меня уже разделяется. И вот когда остается там ложек пять, вот так вот, то у меня все идет порционально. И если у меня, допустим, котлеты больше, картошки меньше или наоборот, то я оставлю эту часть. Если будет больше картошки, я оставлю картошку. Если будет больше котлет, я оставлю котлет. У кого такая фишка? скажите но и может быть у вас какие-то другие фишки с едой расскажите расскажите интересно я знаю пока что только что есть люди которые все доедают есть люди которые чуть-чуть оставляют и такие как я есть такие которые просто ковыряют еду и издеваются над едой ну ни хрена ее не едят такое я тоже видела решила снять вам прям с почты чтобы почувствовали атмосферу почты россии на удивление здесь очень хорошо и девушка хорошая в общем у меня посылка в белоруссию офигенский стоит дорого посылка сразу говорю я не знала об этом кто не пользовался в общем если вы пойдете в почту россии в белоруссию можно отправить только в главпочтампе на соколово и если допустим печатная продукция или какие-то другие это все отправлять отдельными вообще посылками в разных окошках то есть печатная продукция в одном окошке отправляется отдельно а допустим какие-то там игрушки или еще что-то вещи отправляются вообще в другом окошке а в мс можно отправить все вместе но естественно она чуть подороже но наверное побыстрее идет в общем мне вышло а сколько у меня килограмм там от двух до трех килограмм сумма 2 140 я отправляю айди будет от 660 от 8 до 14 пожалуйста так как новый год могут быть задержки но я надеюсь что придет все вовремя как раз порадует моих любимых но но а в общем не я почта не изменяет себе и до м с то может быть быстренько все сделали я думаю что мы просто чуйка сработала что нужно было м с отправлять они отдельные бандероли может быть и было бы дешевле там может и так не сказали что будет дешевле м с не заморачиваться она может быть и было там дешевле он может на сто двести рублей и хорошо что я начала потому что там одна очередь там другая очередь потом мне нужно было отправить маленький вот такой вот маленькую посылочку для победительницы и просто там такая очередь нереально она не шевелится два окна должно работать работает одно ну и все медленно как всегда короче там не стала ждать в лаппочтам все-таки много людей я на своей почте быстро быстрее отправлю все это в общем умеют они испортить настроение сейчас еду за красочкой в общем буду краситься наверно скоро сейчас пойду посмотрю что за цвета как чё в общем ждите перемены я шоке лицо такое шокированное у меня только что заметила что пройти как-то вот не пройдешь заметила что у меня треснутое стекло на лобовухе прям по всей ширине длины или как там сказать ну да по нигде прям что это я раньше не видела только сейчас заметила и я в шоке уху попала я на баблющик на баблющик на баблющик я дула шан и закраска в индустрии ну и конечно же макдональдс макдональдс это моя племянника дурождение было недавно это это мой коктейль надо взять ему ну мальчик уже 7 лет я думаю ему интересно будет собрать вот это вот все посмотрим вот он мой подарок вот он можно из одной такой штуки собрать несколько вариантов так что я думаю этого надолго займет главное чтобы это было ему интересно а то забросит скажет о сложно хотя от трех лет идет говорят должен разбираться надеюсь понравится кто кстати не был в ашане смотрите какие штучки тут продаются называется личик кто пробовал вот я не знаю но я попробовала ну прикольно вкусно так так она воняет тут запах такой стоит ну по-моему как будто от нее вот так не пахнет вот так воняет запах откуда-то идет ну в общем жалуется что воняет но я взяла немножко одну попробовала я не знаю как мой малой отреагирует на такую штуку все осталось мне взять йогурты йогурты и на кассу боже ненавижу ашан ненавижу привет мои хорошие как всегда я не помню что я последнее снимала и даже чуть не удосужилась посмотреть но я с вами не попрощалась сегодня следующий день я пришла домой и все сразу началось опять мало и там все дела в общем и мы готовились к тому что нам вставать в 6 утра для того чтобы собирать мочу кстати покажу сейчас мочеприемник мочеприемник выглядит вот так вот это вот беленькие штучки белое вот это вот это клеится сюда помещается мужское достоинство и приклеивается вокруг и вот такой мешочек вот здесь вот синенькая и все и нужно ждать пока маленький туда пописает но у нас сегодня утром был просто ужас в общем вчера я не попрощалась потому что дела дела быстрее легла спать в 6 утра с подъем будем малого в общем это был трэш собирание мне так все оказалось просто даже мочеприемник потому что он брыкается ногами мне его нужно определенно держать не знаю мы его параллельно и кормили но в общем часик нам понадобилось на то чтобы вот его чтобы он хоть немножечко там сделан но когда мы принесли нам сказали что это мало мало ну приняли в любом случае говорю что типа два-три раза он должен был пописать ну извините мы один раз так долго ждали с мучениями такими и еще такие ножницы торчат у меня опасные но они над печкой не переживайте не страшно мамочка наша уехала будет на днях и в четверг точнее будет мы уже пойдем на день здорового ребенка взвешиваться мериться смотреть чтобы у нас все было хорошо что еще хотела рассказать то в общем за вот этот мочеприемник стоит он вообще очень мало на самом деле там не знаю 30-25 рублей везде по разному сейчас вот уже сколько у нас мы только приехали сейчас уже 9 утра сейчас я пью чай маленький мой спит вообще вот просто он начал переворачиваться и просто я не знаю глаз да глаз реально только отошла вот он спит лежит да вот мамочки будущие будьте внимательны вот он лежит спит я только отхожу прочитать инструкцию там акваморис купил себе нос промывать чуть-чуть расстывать начинаю только отхожу только беру и думаю так я ему ничего не подстелила ну на всякий случай возвращаюсь у нас там елочка красивая покажу скоро что я там сделала как украсила только возвращаюсь он уже перевернулся на живот и он уже пытается с живота перевернуть и главное не в ту сторону без стена а в ту сторону где нет стены я думаю блин ну вообще ну какой шустряк ну спал же надо же было проснуться я ушла надо же было проснуться перевернуться и уже переворачиваться там краю двигаться это что то у меня кстати племянница недавно была в гостях с братом с женой он был вообще с папой марга была племянница а то была племянница с братом на жену нет это был мой брат со своей женой и с моей племянницей и конечно ребёнку надо везде залезть всё нужно я максимум по убирала здесь все Подготовила для ребёнка И тем не менее Ей хотелось лезть именно туда, куда нельзя Куда не убрано, куда ничего нигде не уберёшь Блин, я ещё не подготовлена к этому Это уже потом я буду Подготавливаться, когда буду у меня Постарше маленький Но это, конечно, будет вообще Пока он лежит, спит Реально больше времени Чем больше он растёт, тем меньше времени ещё на себя В общем, вот так Ладно Ещё хотела о волосах сказать Видите, я светлее, смывается потихоньку Но мне уже хочется серый Потому что это какой-то непонятный цвет Я люблю либо яркий цвет Либо уже блондинка Или серый от чего-нибудь А вот это какой-то непонятный цвет И мне девочка одна В комментариях посоветовала Стилист она говорит Она так написала, что доверие у меня вызвала Она мне посоветовала Убрать этот фиолетовый Эстелью обычный 116 номером Или 161 Один к одному С трёхпроцентным окислителем Ну я пошла Пошла в магазин Хотела взять Там не было сталь синего Там был только делюкс Но я не стала рисковать Вдруг там раз... Ну там есть номера эти Но вдруг они разные оттенков И ещё у них не было двух красок У них была только одна краска И вот я только выбралась Да Но у меня есть краски Я взяла там другие Я бы показала вам Ну, конечно, не профессиональные Эстельно-профессиональная краска Ну, а я взяла типа Мореаль Вот Экселленс Что-то такое Ну там написано Укрепляет И всё такое Но у меня не портились Волосы от таких красок Вот я думаю Может быть осветлиться той красочкой И нанести серый Потому что если нанести на этот серый Он будет, мне кажется Как будто не блондин Как будто опять я серый Вот я сейчас ещё себя не чувствую Блондинкой А я хочу быть серой блондинкой А не просто серой В общем, ладно Встретимся на экспериментах Не знаю, мамы нету Рискну я Один на один с малым Краситься Он же может позвать меня срочно И я такая вся намазюка В общем, поглядим Вон там вот спит Спит тут, там вот у меня на кроватке Ладно, дорогие мои Я с вами прощаюсь Целую вас Всё интересное впереди Поверьте, я думаю о вас Пока-пока Лайк, подписка, само собой Субтитры сделал DimaTorzok